Совершим обзор по софту, который будем рассматривать в этом курсе. Курс состоит из двух частей, так же как и рассматривается связка двух пакетов, это Maya и Unity. Основная тема курса это анимация, в первую очередь анимация органических персонажей, органики на скелете, на скелетных конструкциях. Но еще чуть-чуть можно затронуть бленд шейпер. Я зашел на сайт autodesk.com и в продуктах здесь мы можем найти софт, который нас интересует, Maya. В общем-то у Autodesk три самых популярных пакета на сегодняшний день оказалось. Это Maya, SoftMash и 3D Max. Нас интересует Maya. Во-первых, почему именно Maya? Вопрос. И почему Unity? Почему связка этих двух пакетов рассматривается здесь как приоритетная? Первое, если мы зайдем в Maya и в Features в листе возможностей, Feature List, посмотрим, вот здесь есть картиночка, которая демонстрирует основную идею, что это такое. Эта картинка показывает сетап персонажа и его рик, который необходим для анимации. Называется система HumanIK. То есть гуманоидная инверсно-кинематическая система для анимации. Вот так она выглядит. Очень схожа с MotionBuilder, с тем как MotionBuilder реализована. И она унаследовала все самое лучшее от FullBodyIK, которая изначально была в MotionBuilder и потом перекочевала в Maya. И после чего превратилась в систему HumanIK. Дополнительно по HumanIK системе можно найти информацию, если мы рассмотрим Products, Products by Industry, по индустриям разделения. И выберем, ну, к примеру, Film and Television для фильмов и телевидения. И вот здесь же есть раздел Games. Раздел, посвященный играм, пайплайну, инструментальным средствам того, как с играми работать. И здесь вот есть раздел HumanIK. Здесь же находится Maya, MayaLT. Это новый продукт. Сейчас посмотрим, что вообще в Autodesk есть того, что нас может заинтересовать здесь. Во-первых, система HumanIK. Вот она. Она выведена в отдельный пакет для того, чтобы можно было в некое отдельное решение совершенно стендалоновое, которое интегрируется с движками и работает уже внутри engine самого, внутри игры. Фичерс. Что же такое? Система HumanIK. Вот здесь есть описание. Основные достоинства какие? И это не только сам сетап, скелетный риг, который позволяет переключаться между форвард-кинематикой и непосредственно, когда происходит вращение костей, то есть персонаж представляет из себя, его скелетная конструкция представляет из себя иерархическую систему, каждый элемент иерархической системы, каждая косточка может вращаться, перемещаться или масштабироваться. Скелетная система предполагает, что существуют некие точки, джоинты, в которых происходит поворот элементов, структуры. И они связаны друг с другом, вот так вот образно представлены в виде костей. И форвард-кинематика непосредственно, когда скелетон анимируется так же, как проволочная конструкция, или как вот есть такие манекены небольшие для художников, они на шарнирах собраны. Или можно взять робота, как пример, когда мы можем просто вот как куклу двигать руки, ноги, вращать их вокруг центра в прикрепление. А инверсная кинематика, когда происходит обратное воздействие на всю цепочку. Ну, к примеру, если персонажа потащить за руку, взять его за руку и начать его двигать, то первое, что произойдет, это потянется кисть руки, то есть происходит воздействие на динамическую конструкцию. Рука тащит за собой предплечье, соответственно, перемещается локоть. Локоть тащит за собой плечо, перемещается плечо, и далее по цепочке вплоть до центра масс. То есть центр масс, где-то в районе живота, который находится в районе бедер, происходит воздействие на него, персонаж перемещается, но при этом ноги его остаются на земле, и поэтому перемещается торс, ноги остаются на земле. Это происходит воздействие земли на персонажа. Поскольку действует гравитация, персонаж прижимается к земле, и воздействие происходит на опорные точки, то есть на ступни. Поэтому получается, что тащим персонажа за руку, инверсно-кинематическая цепочка включается на руку, передается по всему туловищу, и также срабатывают инверсно-кинематические обратные цепочки в ногах. В Human IK реализована система очень быстрого переключения, анимации обоих параметров. Это очень удобно. Следующее, что удобно в Human IK, это ретаргетинг, то есть работать с данными Motion Capture, полученными при захвате движения системами WICON, или, например, магнитно-инерционными датчиками, или при помощи, я не знаю, Кинекта, Майкрософтовского. То есть различные способы получения mock-up существуют, и необходимо перенести анимацию с одного персонажа на другого. Точно так же работа с нелинейной анимацией хорошо происходит в этом случае. И самое главное, это интерактивное взаимодействие с окружающей средой, то есть в частности с Землей в первую очередь, и с любыми предметами. Вот она распространяется полностью на все туловище, и рассмотрим мы абсолютно всю систему Human IK, насколько это возможно. Вот она нас в первую очередь интересует. Если мы пойдем... Так, что у нас тут еще застряли на одной картинке в этом обзоре, посмотрим. Здесь можно, в общем-то, посмотреть, вот как она интегрируется с движками. По сути, то, что реализовано в Unity, очень напоминает эту систему Human IK. Очень сильно напоминает, в связи с чем получается, что обе эти системы, в Unity она называется Меканем, а в Майе Human IK. Они очень прекрасно друг друга дополняют, и фактически можно сказать, что если понимание происходит одной системы, то другая точно так же очень легко ее понять и очень легко использовать. Это идентичное. Но в этом софт-имаже реализовано это по-другому, и в 3D Max реализовано это по-другому, так же, как и в любых других софтах, кроме Motion Builder. Еще один софт, который очень сильно напоминает, откуда, собственно, наследование произошло. И еще хочется отметить, что, например, тот же Механим очень сильно похож на на Natural Motion Endorphin. Вот, например, если посмотреть, здесь есть, а точнее даже не эндорфин, а морфем, по-моему. Вот, если посмотреть, то, во всяком случае, очень схожи системы. Точно так же существует дерево состояний. Вот оно тут даже похоже. Вот так показан риг, насколько степень свободы дана каждому суставу. Блендинг, смешивание и так далее. И вот можно посмотреть, как эта система работает для игр. Это мы сейчас переключились немножко в другую сторону. Морфем мы не рассматриваем, а мы рассматриваем дальше. Вот у нас есть Maya Product и есть Maya LT. Ну, наверное, так назвали, потому что Light, скорее всего, это обозначение. В целом одно и то же. То есть, Features одни и те же, но есть такая особенность. Нажимаем на кнопочку Buy. Maya LT, предназначенная специально для игр. Стоит 795 долларов. И просто Maya, которая полный пакет предоставляет возможностей, стоит 3675 долларов. Огромная разница по цене. И полный пакет, который необходим для того, чтобы работать с видео, матч-мувингом, с композитингом, рендерингом, с Mental Ray, например. Абсолютно не нужен в данном случае. То есть, когда мы рассматриваем исключительно анимацию и исключительно для сегмента интерактивного, для интерактивных приложений, для игр, для интерактивных графиков, которые в веб-порте ворочаются. В данном случае вот такая цена уже меня, например, абсолютно не устраивает. 3675 долларов за полный пакет, который, в общем-то, большинство из инструментов не нужно. Поэтому Maya LT, это очень хороший, тут получается, такой альтернативный способ все это сделать, потому что софт-мэш и 3D Max стоят ровно столько же. И только Maya LT предоставляет такой пайплайн за 795 долларов. Ну, по поводу цены у Unity понятно. Там версия бесплатная, с небольшим количеством ограничений. И версия платная, которая стоит что-то в пределах полутора тысяч долларов. Но поскольку целевой пакет все-таки это движок в Unity, поэтому там более уже осмысленно, когда необходимо заплатить за это деньги. Итак, вот Maya LT 2014. Это наш выбор. Смотрим дальше. Идем в документацию. Это Download Autodesk.com Global Docs Maya 2014 ENUS. Вот здесь можно найти онлайн документацию. И по разделам идет. Вот у нас Animation. Все, что связано. Вся информация об анимации. Как работать с кейфреймами. Как работать с редакторами анимационными. Есть также раздел Chactor Animation. То есть анимация персонажей. Которая является краеугольным камнем. Особенно для Maya. И вот у нас здесь есть раздел Chactor Setup. Где есть раздел, посвященный исключительно Human IK. То есть системы, которые нас интересуют. Которые мы будем производить анимацию. Human IK in Maya. Здесь описаны документации исчерпывающие. В общем-то описаны абсолютно все. Где-то мы будем просто сюда обращаться. Смотреть, чтобы иметь представление о структуре. Разделе. И вот еще один момент. Это интеграция двух систем. Mechanium и Unity Mechanium. Вот она. Если мы зайдем на сайт Unity. Unity3d.com Здесь в разделе Unity. Animation. Сразу раздел посвящен полностью системе Mechanium. Простая и мощная анимационная технология. Ретаргетирование. То есть перенос анимации с персонажа на персонаж. Можно сразу на несколько персонажей. Применять одни и те же анимационные способы. Blend Trace. Которые я бы назвал ветвлением смешивания анимации. И State Machine. Машина состояния. Того, как анимации переключаются одна в другую. То есть это полностью действительно интерактивная анимация. Действительно интерактивный персонаж. И еще одно. Здесь подчеркнуто. Икарикс. То есть возможность персонажа взаимодействовать с окружающей средой. Реагировать на какие-то предметы. Реагировать на окружение. Таким образом анимацию редактировать на ходу, на лету. Тоже довольно мощное средство. И точно так же в разделе Unity, Docs, Unity3D.com, Documentation, Manual. Есть раздел Mechanical Animation System. Полностью раздел, который посвящен механиме. Так же как HumanIk. И здесь раздел Using Humanoid Character. Использование гуманоидного, то есть двуногого антропоморфного персонажа. Есть момент, который как раз является ключевым для того, чтобы использовать обе этих системы. Prepare Your Own Charter. Как использовать персонажа. Вот этот раздел является ключевым. Rigging. Поскольку анимация вся происходит на скелете. И сетка деформируется при помощи скелета. То очень важно это название костей. И то, какие косточки именно участвуют где. То есть скелетная конструкция должна иметь строгое соответствие для обоих систем. Это критический момент, который очень важен для того, чтобы системы эти друг друга понимали. То есть когда мы отправляем уже готовую анимацию, готовый скелетон в Unity. Чтобы он принимался. И система его распознавала полностью все definition. То есть подразделение, какая кость является чем. Пальцем, или рукой, или ногой. Чтобы не делать это вручную. Потому что количество костей переваливает за сотню. Ну, может и не за сотню. Можно посчитать. Но тем не менее. То есть если существуют какие-то еще дополнительные косточки. То механим будет уже работать немножко в другой системе. То есть он не сможет определить, что эта часть является частью головы. Или часть является частью руки. И будет урезана, например, взаимодействие с окружающей средой. Инверсно-кинематическая. Мускульная система. То есть мы сможем только смешивать уже готовые анимации. Интерактивность будет урезана. Поэтому использование именно такого вот бипеда, это ключевой момент. Ну и мы вот так, поскольку прыгаем с пакета на пакет, рассматриваем, сравниваем системы. То, например, если мы прыгнем в Motion Builder, посмотрим. Здесь достаточно просто открыть какую-нибудь картинку, абсолютно любую. Вот, например, нету. Например, вот эту. Хотя тут и машина стоит. Но вот эта вот панелька, она, дальше вы поймете, когда увидите. Она показывает, насколько системы схожи. То есть это просто один и тот же интерфейс. Вот такой же интерфейс используется в Maya. Такой же интерфейс используется и в Motion Builder. Эти системы настолько схожи, что они просто перебрасываются из пакета в пакет. Туда и обратно. Ну и... Соответственно, вот именно такая система еще чем удобна. Во-первых, она встроена в сам пакет непосредственно. Во-вторых, если мы осваиваем ее хотя бы в одном редакторе, например, в Unity, или в Maya, или в Motion Builder, очень легко использовать ее в любом из этих перечисленных редакторов пакетов. Точно так же, как и Natural Motion. Тот же Morpheme, к примеру. Далее, эта система предусмотрена именно для анимации и повышения интерактивности. То есть, если сравнивать с какими-то другими авториггерами, вполне резонный вопрос, почему нельзя использовать какой-то другой авториггер для Maya, как это часто делается. Берется какой-то авториггер, или создается свой собственный риг, система для анимации. А чем это неудобно? Именно по причине, что вы просто анимируете. Урезано взаимодействие с окружающей средой. Не всегда оно так эффективно. Урезана возможность работать с Motion Capture, с Moocup данными, захвата движений. Урезана возможность переносить, соответственно, анимацию с персонажа на персонаж. Бесплошные урезания. Все, что вы получите, это просто анимированный скелет, который можно отправить в движок, анимацию. И все. Здесь же мы будем рассматривать именно систему, которая на сегодняшний день является самой эффективной. Едва ли не самой эффективной. Именно в разделе интерактивных приложений и игр. Вот такой обзор. Полистайте в документации. Посмотрите, что из себя представляет эта система. Не у всех хорошо с английским, поэтому этот курс и предполагает такое углубленное изучение для тех, кто не в состоянии освоить что-либо или кому нужно свести все это воедино. То есть существуют разрозненные знания о том, как использовать HumanIK, но недостаточно знаний в области анимации, как лучше сделать качественную, хорошую, интересную анимацию. Или, например, есть знания по механиме, но ничего не известно о том, как, например, в МАИ это реализовать. То есть разрозненные куски мы соединяем воедино, получаем цельный, эффективный, быстрый пайплайн, того, как можно быстро и качественно сделать какую-то детализированную, интересную анимацию и запустить ее в Unity, как интерактивную анимацию, как персонажа, которым можно управлять, движениями которого можно управлять.